всем доброго хоть и не солнечного хивинского утра погода сегодня подкачала но не подкачала хива и мы идем на главную точку любого восточного города поехали базар начинается с яблок и других фруктов как видим очень много зелени и вот он даже шпинат одна из самых популярных одно из самых популярных растений и одно из самых популярных добавок не знаю но делают очень много продуктов именно с использованием шпината здесь рис лазер люби и аланга самый лучший рис для плова шашлык шашлык сколько стоит палочка 15000 12 это говядина или баранина говядина алюля говядина в основном это говядина идет здесь же идет торговля коврами бытовая техника артель продают примерно то же самое что и у нас что по одежде смотрю что вот техника бытовая а это то что у нас не продают это дыни дыни местные да а сколько стоит килограмм одна штука сколько стоит 20 тысяч 20 тысяч одна дыни давно я не видел дынь мясо 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 как правило говядина стоимость 55 тысяч сумм это за килограмм до за килограмм 55000 суммы так сразу отрезает мякоть кстати что удобно у нас заставляет скажем так отрезали с костью все здесь ты можешь выбрать мякоть хотя нет накладываются кусочек жира кусочек костей и мякоть уже из этого потом выбираешь что можно приготовить и конечно же куда без главного напитка узбекистана куда без гранатового сока стоимость этого напитка 15 тысяч сумм а есть даже суммалях а сколько стоит суммалях 16 тысяч один килограмм или в общем это продавленное пшено и одно из любимых угощений узбекистане по крайней мере во многих городах я решил взять немножко суммалях одеть это суммалях в общем вот такой стаканчик суммалях не выходит 10 тысяч сумм а вот здесь готовят обратите внимание рыба живая и дышит соответственно насладитесь свежим вкусом а не той который неизвестно когда заморожен 36 тысяч килограмм 36 тысяч килограмм и можно быть уверенным что она не мороженая ведь она еще дышит живая поэтому это имейте ввиду на базаре кивой вот здесь же живые индюки и курицы а дальше уже заканчивается рынок идут только овощи овощи и дыни дыни продаются как я и говорил по штучной не по килограмму кстати вон они аквариумы где держат рыбу и куда откуда она уходит далее на продажу горячая местная самса а сколько стоит самса кончатур от паса 7000 сон стоит сум стоит самса я это стоит 1300 сум дальше опять у нас идет это одежда и у разные бытовые предметы и салаты конечно куда без них если в ташкенте и самарканде в наиболее ну такой популярностью пользуется баранина то здесь это в основном говядина не попробовать место шашлык просто нельзя поэтому мы попробуем я решил попробовать и местный донир это говяжий да здесь видите вот кусок жира сверху то чтобы мясо было сочным и идет мясо говядины собирается тут еще я пока не видел способ приготовления донеров как его готовят стоит он 11000 сумм 10000 сумм это стоит только одна вот это да 11000 сумм стоит вот донер но там одно мясо только мясо без всяких там морковок или еще чего-то подобного далее на гарнир по необходимости внутрь добавляем разный соус это аджика либо зелень и можно выбрать либо делается донер просто с мясом либо добавлять туда вот кусочек жира либо жир можно не добавлять просто доливается бульончик куда вот это уже готовится мне я попросил с кусочком жира потому что мне нравится когда мясо сочное говядина здесь в принципе распространена очень сильно курит куриные там донеры или еще что-то я не видел в основном здесь едят говядину вот он мой донер он идет с кусочками жира и горячая лепешка и и греет он там вижу в нее складывают мясо и получается вот такое блюдо я решил добавить зелени и и соусы надо понять где какой джеки к это все разного вида джеки это томатный соус и это еще тоже один из соусов еще будем пробовать начало вот этот на самый острый то он да чуть-чуть островастенький а вот этот вот острее а это томат приятно кусать мясо спасибо как ну бульончик подошел вот он приятно кусать мясо когда куски мяса большие я не люблю если честно дробленое мясо а вот здесь оно прям большими такими кусочками срезается в общем если будете в Хе обязательно съездите на базар хотя бы ради вот такого вот донера я не знаю как как здесь это вы называете гамбургер ради вот такого гамбургера надо обязательно приехать вы видите сколько здесь мяса вот оно это наверное местная достопримечательность соус я все же не буду много хотя не знаю вот мне дали вот такой вот сорпа бульончик и мы его сейчас попробуем вот он насыщенный бульон очень вкусно и привкус даже кажется есть овощей и вот он просто гамбургер но наверное это самый лучший гамбургер здесь нет химии которые держатся я не знаю там в этих дональдсах разных здесь есть только кусочек хлеба и мясо все остальное добавляете сами мясо кусками следующее что я буду пробовать это шашлык местный шашлык отличается он я сразу вижу от ташкентского как минимум тем что здесь вот нету крошек вот как делают ташкенти у них идет шашлык и крошкой он покрытый здесь нет вот он сочный вкусный кстати говядина несмотря на то что это говядина она идет мягкая вообще чтобы попробовать кухню обязательно надо посетить базар и попробовать и местный гамбургер и шашлык потому что туристик это хорошо но и есть зона вне туризма где вы поймете настоящий вкус потому что здесь готовят не для туристов здесь готовят просто для людей и очень очень вкусно ну а это гранатовый сок здесь я знаю в Узбекистане его готовят чуть ли не на каждом шагу гранатов здесь много но сезон для гранат насколько я помню это кажется сентябрь часть октября гранатовый сок гранатовый сок ну что сказать я всегда люблю гранаты гранатовый сок поэтому слова здесь излишни ну а пользы его вы и так знаете поехали ну а вот это вот сумаляк это традиционное местное блюдо больше угощений или десерт я не знаю готовят его как правило на празднование навруза но я его нашел тут и сейчас процесс приготовления какой-то очень долгий я не знаю всего рецепта я знаю что его делают из зерна пшеницы там как-то варят мешают добавляют муку еще что-то в общем это сумаляк он наверное как десерт плюс чай и ну вот как-то вот закусываешь этим сумаляком я читал где-то что его там перемешивать на долгое время что-то порядка суток короче долго и люди когда его готовят они меняются по очереди что его нужно перемешивать не останавливаясь я кстати вот смотрю вы вряд ли видите или видите до сих пор идет какой-то от него пар потому что он не остыл ну да замечательная вещь к чаю не знаю может принято его кушать как-то по другому но я вижу что это идет как десерт в общем вкусный обед на базаре полный мясо это палка шашлыка и гамбургер как его назвали тут мне вышел 26 тысяч сум . есть недостаток в том что я оказывается все просидел только в одном месте потому что я до сих пор не понял как здесь ловить такси А, к примеру, тот же Яндекс не работает Поэтому, ну, будем ловить по классике Я стоял минут 15-20, но по классике, махнув рукой, такси поймать не получилось Здесь работают либо службы такси, либо нужно идти на точки, где стоят таксисты Но, видя то, что я не местный, естественно, заряжаю Это практика в любой стране мира Так что я пошел искать Ну что, друзья, вот мы и закончили нашу поездку в Хорезм, а точнее в Хиеву Но нас ждет впереди еще очень много интересного Так что поехали дальше Когда вы находитесь в Хиеве, есть еще одна вещь, которую не повторите в другом городе Дело в том, что Хорезмская архитектура Она сопровождает вас на всем вашем пути Начиная от вокзала и заканчивая самим Ичангхала И имейте в виду, когда вы приезжаете от вокзала до Ичангхала Ну, идти от силы 20-25 минут Поэтому только вам решать Или вы едете на такси Или вы можете прогуляться и посмотреть Если погода хорошая, то я, конечно, рекомендую прогуляться Если погода не позволяет, то берете такси и едете Такси вас встретят прямо возле вокзала Ну, а когда вы идете к вокзалу С одной стороны, да, конечно, стройки С другой стороны уже готовые здания И все это такие уютные, небольшие Здесь сейчас, конечно, не сезон и зима Поэтому трава, она не зеленая Но я знаю, потому что я тут был В сезон, в теплый период Вся трава, она зеленая И совсем другой вид Вон он там уже виден вокзал Ну, конечно, может не совсем видно Ну, в общем, вон там вокзал В том году Это для моего ютуба Вот мы подошли уже практически к вокзалу Идти, ну, как я и сказал, минут 15-20 От силы Поэтому имейте это в виду Поехали! Я на вокзале И вот это наш поезд Ташкент, Ташкент, Гургенч, Хива Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok